Учитывая непростую обстановку в стране и мире, одним из главных приоритетов этого учебного года в ДАГУ в Пилсе стала эпидемиологическая безопасность школьников и педагогов. Сейчас большинство классов учатся удаленно, и учебный процесс претерпел кардинальные изменения. Однако наступит в момент, когда ребята смогут вернуться в школу. Чтобы максимально защитить их и снизить риски инфицирования, в городских школах устанавливают так называемые термокамеры или тепловизоры – устройства, позволяющие на расстоянии определить людей с повышенной температурой тела. Всего в 19 школах ДАГУ в Пилсе будет установлено 34 камеры. На данный момент работы выполнены на 95%. Все камеры должны быть установлены до конца этой недели. В некоторых школах оборудование уже установлено. Сейчас идут вопросы калибрирования, тестирования этих камер, смотрится какой угол установки лучше, потому что главная цель, конечно, обеспечить то, чтобы каждый человек или персона, который заходит в наше учебное заведение, определялась его температура. Если температура повышенная, тогда подается сигнал дежурному или ответственному за компьютер, который подключается медик и уточняет причину какую-то. Есть, конечно, вопросы технические, которые нужно решить. Это и вопрос программного обеспечения, насколько они эффективны, может улучшить даже программу. Потому что когда начнется учебный процесс, а он начнется в полном объеме где-то с 25 числа, хотя бы младшим классом, мы хотели бы, конечно, чтобы эти термокамеры уже работали. Устанавливаются камеры внутри помещений на входах в учебные учреждения, в местах, где максимально охватывают поток людей. Температура тела одновременно для 20 объектов замеряется с точностью до 0,5 градусов. Количество камер в каждой школе зависит от количества входных дверей. Установкой занимается предприятие GFS Latvia, которое в результате закупки предложило самую низкую цену. Общая сумма договора составляет порядка 76,5 тысяч евро с НДС. На все работы и камеры действует гарантия 36 месяцев. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугуфилской городской думы. Продолжение следует...